По словам директора проектно-исследовательского центра ГЕНГТО БАКТБЕКА КОДЖОГУЛОВА, в экспертном сообществе текущие проблемы в горнодобывающей отрасли обсуждаются давно. Однако, несмотря на неоднократные инициативы по реформированию сектора, это так и осталось на бумаге. Поэтому реформирование отрасли крайне актуально и необходимо. Теперь первостепенной задачей является разработка Горного кодекса. Надо собрать экспертов разных отраслей, будь то экология, ну все, что может относиться к горнодобывающей деятельности, к недропользованию. Это все должно быть гармонизировано для того, чтобы облегчить работу как инвесторам внутренним, так и внешним. То есть они должны прийти, взять кодекс и по нему изучить все, что надо, чтобы начать здесь бизнес. Это вопрос, который давно назрел, и мы давно его тоже поднимали. И считаю, что с принятием данного кодекса у нас, скажем так, стабильность возникнет хотя бы в правовой сфере, потому что сейчас мы видим, что в закон о недрах практически ежегодно вносятся изменения. Это все приводит к нестабильности и к беспокойству инвесторов, которые разрабатывают данные месторождения, а также и население, потому что непонятно, что все меняется. Также в указе делается акцент на доле рабочих мест в горнодобывающих компаниях и закупке необходимых товаров у отечественных компаний. Поддерживаем 100% это то, что 90% работников должно привлечено местных, то есть граждан Кыргызстана, и то, что 80% объемов услуг, товаров должно приобретаться на территории Кыргызской республики, тоже абсолютно верно. У нас более 10 крупных геолого-разведочных, буро-взрывных компаний местных. У нас очень много уже производителей товаров, оборудования, технических средств для горнорудной отрасли. Главный акцент указа сделан на борьбе с коррупцией и устранении бюрократии при выдаче разрешений. В частности, будет уделено внимание цифровизации и переводу всех разрешительных документов в электронный формат. Лицензии, разрешительные документы должны выдаваться в электронном формате, то есть будет работать система единого окна, также взаимодействие госорганов, также будет взаимодействовать по системе Тундук, то есть это направлено для снижения коррупционных рисков. Горнодобывающий кодекс регулирует геологию, добычу полезных ископаемых и другие виды деятельности, которые необходимо знать инвесторам. Такое требование предусматривается также при разработке эффективных мер по разведке и дальнейшей разработке новых месторождений. Улан Касенов, Ирлан Джуншалиев, Руслан Саботаров, Аллато, 24.